Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok По оценке специалистов пострадало более 100 участков и 20 домовладений Вода начала приходить примерно с 12 ночи Объем воды был очень большой практически как река Малозеленчук И вся эта вода естественно хлынула в населенные пункты И водоотводные каналы у них нет такой пропускной способности Комиссия провела по домовой обходу и по заключению пострадавшим будет оказана помощь Глава Карачева Черкесии Рашид Семрезов продолжает поездки по республике Накануне состоялся рабочий выезд в Адыгехабльский район Он провел прием граждан, посетил в районном центре спорткомплекса Срука И оценил строительство новой дамбы Репортаж Альбины Ламковой Капитальный ремонт дамбы на реке Малый Зеленчук в ауле Адыгехабль Длиной 2 километра 400 метров начался в 2022 году Строители провели работы по гидротехническому объекту досрочно Теперь дамба будет служить гарантом от подтопления населения И позволит предотвратить ущерб от возможного паводка в размере 1 миллиарда рублей В нашей республике несколько дней идут ливневые дожди, а где-то и с градом На реках подъем уровня воды Воды и хабли незначительны, на полметра Но даже при увеличении этой цифры население спокойно Дамба укреплена Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов лично убедился в этом Ранее в период дожди люди переживали за свои домовладения Зона возможного подтопления составляла более 50 гектаров На ней расположены и объекты инфраструктуры населенного пункта Ремонт реализован в рамках государственной программы Воспроизводства и использования природных ресурсов Рашид Тимрезов на месте дал поручение сделать широкий тротуар для пешеходов И облагородить территорию Затем делегация через парк направилась в сторону районной администрации По пути глава Карачаева-Черкесии осмотрел многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс «Срука» В это время в спортивном зале шли тренировки Борцы с удовольствием демонстрировали гостям умение выполнять приемы Руслан Лахов и Ясин Казаков совсем юные Но спортом занимаются серьезно В копилке с медалями есть призовые места А что нужно для победы? Тренироваться, учить приемы Я тренируюсь, чтобы стать чемпионом мира После на пути в администрацию, осмотрев территорию благоустроенного парка Делегация во главе с Рашидом Темрезовым направилась на встречу с населением Вопросы от жителей района касались самых разных сфер Решение некоторых из них возможно только совместно с властью Чтобы дать ответы и оказать необходимую помощь и содействие На место встречи пригласили руководителей ведомств Эльдар Карданов остался довольным ответом на обращение Будет готовиться к отъезду на учебу в Центр дополнительного образования детей в Черкесске Готов ты в Черкесске жить в это время? Да, конечно Там хороший кампус, я там был несколько раз Сколько разовое питание? Пятиразовое Пятиразовое питание, хорошее столовое Спортом в свободное время можно позаниматься Евгения Арзалиева – многодетная мама У нее четверо детей, двое из которых инвалиды Пришла на встречу с надеждой решить вопрос о повторной операции ее сыну Диалог состоялся Евгения довольна подходом к решению своей проблемы В течение пяти дней даже сегодня уже будут решать мой вопрос Первая операция пришла успешно Хорошо и бегает, и все, там ручки Но все равно еще видно, что ДЦП ребенок, когда смотришь А сейчас чуть-чуть осложнения пошли после Нового года И хочется, чтобы опять нормально сделали ребенку Но сказали, что после этой операции Ребенок будет нормально ходить и осанка восстановится Выслушали не только просьбы Были предложения жителей района по благоустройству общественной территории Также озвучили проблемы с газификацией спортивного зала в ауле Абазахабль Работает он два года после реконструкции Ранее в этом здании был клуб, сейчас тренируются дети Тренирует наших детей Иона Врахима Бубикирович Зал функционирует очень активно Дети занимают призовые места не только в республике Но и выезжают за пределы республики В Москву ездили, у нас дети заняли первые места Глава обещал нам выполнить нашу просьбу в самые кратчайшие сроки И не только с газификацией помочь, но и с косметическим ремонтом спортивного зала Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Адыехабльский район По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова В республике продолжается цикл встреч членов регионального правительства Под председательством вице-премьера Ирины Гербековой С семьями участников специальной военной операции На этот раз члены правительства Карачаева-Черкесии побывали в Ногайском районе Гости встретились и выслушали родственников бойцов Члены семей участников СВО задавали различные вопросы В частности, они касались мер социальной поддержки, государственных льгот, коммунальных проблем и многого другого На каждое обращение были даны исчерпывающие ответы Было отмечено, что теперь любые вопросы будут решаться еще быстрее С помощью филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Который открылся по инициативе президента России Владимира Путина И поддержки главы республики Рашида Тимрезова Как было сказано на встрече, все без исключения семьи получили положенные выплаты Вниманием каждую семью, каждого из вас Огромное спасибо вам, всем Мы хотим благодарить и вас, уважаемые мамочки, супруги За то, что вы тоже вносите свой вклад в нашу общую победу Я уверен, что вы в течение, наверное, и этих дней наблюдаете за событиями Что там происходит, наверное, значит, как руководство страны считает, оценивает Наши бойцы мужественно и храбро отстаивают интересы Родины Эти дни оценены как дни воинской славы По тем итогам, я думаю, что вы увидите, что там происходит Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что мы победим и обязательно победим Это благодаря, в том числе, наших земляков Давайте попробуем еще раз напомнить вам Те меры поддержки, которые направлены вам Значит, ну, прежде всего, все выплаты Насколько нам известно, доведены до вас По порчине Шинбриспича мы уже едем, это не первый район Практически мы скоро завершаем серию объезда всех районов республики И на каждой встрече возникает много одинаковых вопросов Но однотипные вопросы, касающиеся отпусков, доставки гуманитарной помощи И много индивидуальных вопросов, которые вот сегодня буквально прямо на совещании удалось решить Это вопросы ухода за престарелыми родственниками, вопросы где-то о медицинской помощи Где-то вопросы, касающиеся лекарств, вопросы, касающиеся газификации Вот сегодня возникли вопросы по учебе Уже буквально здесь на встрече удается решить вопрос по учебе, по поступлению в медицинский колледж нашей республики Есть вопросы, которые касаются, например, ипотеки на бойцов Вот мы сейчас будем отрабатывать Много вопросов по коммунальным платежам, по ним тоже мы вносим свои разъяснения В обязательном порядке обсуждаем все вопросы оказания помощи в виде различных выплат И различных льгот, о которых мы рассказываем на каждой встрече То есть каждый раз встреча проходит насыщенно и обязательно Некоторые вопросы, обязательная часть вопросов, вернее, решается сразу прямо на встрече В частности, меня интересовали вопросы Я имею еще младшего сына, он у меня учащийся в медицинском институте Мне хотелось бы узнать, на какую меру поддержки я вообще могу рассчитывать в этом плане Также был вопрос по поводу освобождения от налога транспортного Мною задан был, но я получила ответы на эти вопросы Впрочем, и встреча для меня оказалась очень полезной Карачаево-Черкесия входит в регионы лидеры по производству тепличных овощей За счет агрокомбината «Южные продукты» Проходят контроль на качество Выполняет эту функцию Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора Какое количество овощей подверглось проверке с начала этого года И как получить хороший урожай помидоров и огурцов, расскажет Альбина Ламкова Дмитрий, скажите, пожалуйста, что это за пакет и для чего он предназначен? Это всех пакет для отбора проб, образцов Вот сейчас мы отбираем пробы Сколько помидорчиков? Пять штучек С разных ящиков, да? Ящиков, да Пакет обязательно стерильный Отбор проб – важная часть мониторинга безопасности пищевых продуктов И системы анализов рисков в государственной контрольно-надзорной деятельности По ее результатам составляется протокол В нем указываются все необходимые сведения, имеющие значение для идентификации И только после заключения о фитосанитарном состоянии управлением Россельхознадзора Оформляются карантинные сертификаты На складе готовой продукции овощи отбирают для проверки В каждом ящике вмещаются по 8 килограммов овощей Все они четко сортируются Помидоры набирают по цветам – красный, бурый и розовый У нас сборы производятся через день Например, с полинодельника, если мы начинаем Полинодельничный сбор у нас получается большой сбор Тон 60, бывает 70 Ну, это смотря какая погода еще В среднем где-то 60-70 тонн мы собираем Калибровка помидоров осуществляется в теплице Каждая из них имеет площадь полтора гектара На одном блоке выращивают одну культуру Работает на участке по 13 человек Чтобы помидорчики ваши были вкусные, что для этого нужно? Ну, помидорчики, чтобы были вкусными, конечно же, солнце и хорошая вода Что мы на самом деле имеем в нашей зоне, в наших условиях, в нашей местности Поэтому не зря в советское время, наверное, здесь построили данный комбинат Так как все эти условия соответствуют требованиям для выращивания данных овощей Поэтому и на урожай в агрокомбинате Южный не жалуются Огурцы в первом обороте собирают до 25 килограммов на метр квадратный А во втором обороте чуть меньше, до 18 килограммов Но на томате выращивают и собирают до 40 килограммов Бывает местами и больше, отметила Венера Дураева Еще для получения высокого урожая агрономы используют дополнительные хитрости Большое количество помидоров или огурцов дают гарантию высокой оплаты труда Так как выплаты начисляются по сдельной схеме Обязанности между овощеводами тоже распределены Есть и верховики, и низовики Люди наверху используют специальные тележки Они подкручивают, спускают растения и закладывают будущий урожай Пасынки, которые не нужно, нужно убрать, чтобы они не мешали внизу плодам развиваться, наливаться На данный момент я тут пасынка не вижу, чтобы можно было привязать Потому что пасынки не все годятся А какие годятся? Ну, подходит, вот этот подойдет пасынок, а вот этот, видите, очень маленький Он просто не потянет Татьяна Савиненко 10 лет трудится в теплицах К работе относится ответственно Жару переносит значительно лучше новичка Но любовь к овощам пропала Мне нравится урожай закладывать, чтобы помидор было много В фасовочном центре хрустящие огурчики и аппетитные помидорчики распределяют в подложку Вес ее составляет 650 грамм Потом отгружают овощи и направляют в сетевые магазины А уже совсем скоро они попадут к нам на стол Альвина Ламкова, Олег Молхожев Вести Карачаева, Черкесия, Усть-Жигутинский район В столице Карачаева, Черкесии прошел борцовский турнир памяти человека Среди воспитанников, которого немало победителей крупнейших мировых состязаний Султан Тикеев сам и являлся девятикратным абсолютным чемпионом Северного Кавказа по национальной борьбе Мастером спорта СССР по вольной борьбе За открытыми всероссийскими соревнованиями по борьбе на поясах Тутуш В спорткомплексе «Юбилейный» наблюдал корреспондент Артур Мхце Турнир в честь известного прошлого спортсмена Султана Тикеева Впервые прошел в Карачаево-Черкесии около 20 лет назад Одним из организаторов состязаний выступал Руслан Аркенов Племянник многократного абсолютного чемпиона Северного Кавказа по национальной борьбе После первого турнира в Зеленчугском районе Несколько следующих прошли в Карачаевске В них принимали участие в том числе именитые спортсмены из многих регионов России К сожалению, в конце 2021 на 71 году жизни Султан Тикеев умер Соревнования по понятным причинам были перенесены И вот теперь их организовали в спорткомплексе «Юбилейном» в Черкесске Уже в память о человеке, воспитавшем не одно поколение борцов Он выигрывал Россию студенческую по вольной борьбе В сборной союза был студенческой по вольной борьбе Он неоднократный чемпион Северного Кавказа по борьбе на поясах В борьбе тут уж И он как бы символ нашего народа Он красиво очень боролся Я хочу сказать слова огромной благодарности Вот председателю оргкомитета, депутату Народного собрания Карача и Черкесии Вот Хубиеву Хасану Магомедовичу Он тоже из того же села, откуда и Султан, из Красного Октября Вот, и он отозвался и оказал огромную помощь в проведении этих соревнований В этот день в большом зале было немало почетных гостей Одни много лет занимались бок о бок с Султаном Тикеевым Другие под его началом делали первые серьезные шаги в спорте Многократный чемпион мира, Европы и России по борьбе на поясах Ренат Акбаев рассказал, почему в свое время выбрал именно этого тренера Как приехал 1 сентября на учебу, я сразу пошел к Султану Именно к Султану почему? Потому что Султан был легендой этой борьбы А мы, отец, семья, у нас эту борьбу любили И я пошел именно к Султану И вот я первый год, вообще первые свои большие шаги в большом спорте Начинал именно у Султана Он тренировал в университете Именно у него тренировался, я стал мастером спорта по борьбе тут уж Очень много хороших воспоминаний о Султане После первых поединков состоялось торжественное открытие Под сводами спорткомплекса звучали слова благодарности человеку Который много лет поддерживал в своих воспитанниках любовь к национальному виду спорта Зажигательные танцы Эльбруса стали прелюдией к дальнейшим интересным схваткам на борцовском ковре Бескомпромиссные поединки, быстрые атаки и контровыпады И, разумеется, амплитудные броски, которыми славится национальная борьба Спортсмены из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Чеченской республики и Краснодарского края Продемонстрировали красоту того самого вида, символом которого всегда был Султан Тикеев Артур Махцы, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия Далее смотрите специальный репортаж Светланы Шагановой о приключениях итальянцев в России А именно о яркой премьере в Кисловодском цирке Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...